И еще об одной памятной дате календаря. 9 декабря в нашей стране отметят День Героев Отечества. В преддверии этого праздника в школах района проходят уроки мужества. Урок мужества в 8-й школе поселка Садового прошел для учащихся 8-9 классов. С ребятами встретились председатель перевички прибрежного сельского поселения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник боевых действий на Северном Кавказе Александр Чернышев, а также член организации Роман Соломонов, Игорь Быковский и Герман Шуберт. В беседе с ребятами гости окунулись в историю, рассказали о героях Великой Отечественной войны, а также, что такое настоящий патриотизм и что будет, если это понятие исковеркать. На Украине такая же молодежь, как вы, такие же ребята и девчата, они тоже считают себя патриотами своей страны. Но в чем разница между их так называемым патриотизмом и нашим патриотизмом? Мы любим свою Родину, мы готовы встать на ее защиту, мы готовы сделать все для ее процветания, чтобы она была краше, богаче, чтобы мы все жили лучше, любили друг друга. А у них, это не только сейчас на Украине, это было в Германии в 1939-е годы началось там и так далее, и так далее. То есть они свою нацию стали превозносить выше других наций. У них сейчас лозунг «Украина понад усе», то есть «Украина превыше всего». Это такой же лозунг «Калька» с фашистского лозунга, с гитлеровского. То есть они видят свой патриотизм в ненависти к другим народам, к другим людям, в частности по максимуму к русским. То есть убить москаля и так далее, и так далее. Так вот это не патриотизм. Желание зла кому-либо – это нацизм. Атаман прибрежного хуторского казачьего общества Игорь Быковский участвовал в специальной военной операции на Украине. Он рассказал ребятам об основных причинах начала СВО. Также в ходе беседы он акцентировал внимание на том, что важно противостоять пропаганде Запада и научиться реагировать на попытки вовлечь молодежь противоправным действием, спровоцированным недругами нашей страны. Умы молодых украинцев, пропаганда западная, она все-таки захватила, к сожалению. Идет война из-за вашей умы, из-за вашей души. То есть сложно сейчас вас оградить, как это сейчас принято говорить, от нежелательного контента. Но чтобы вы понимали, когда начинали о фейке, ЦИПСО – это центр идеологических и психологических операций украинских, там работают лучшие специалисты, американские и прочие. Они очень грамотно подготавливают вот эти фейки. Что-нибудь там, вбросы какие-то. Вы, к сожалению, в силу возраста, ну, еще не обладаете достаточным жизненным опытом, чтобы отделить, что вот этот ролик – это правда, а это неправда. Поэтому, если вот что-то вы увидели, что-то вас зацепило, обращайтесь к взрослым, к педагогам. Александр Сергеевич, ректор школы, педагоги. Покажите, скажите, вот мы посмотрели, увидели вот это, что это, и вам это все расскажут. Вот таким сложным, но в то же время очень нужным и актуальным получился урок мужества в восьмой школе. Знать героев своего отечества, а также героическое прошлое своей страны – очень важно. Но не менее важно помогать разбираться детям в непростых событиях нынешнего времени. История пишется сегодня, и надо, чтобы те, кто будет писать ее завтра, а это наши дети, знали, за что сражаются их отцы, и сберегли нашу страну, наши ценности любой ценой. Анна Монастыренко, Георгий Каренин, программа «События». Субтитры сделал DimaTorzok